Говорит радио «Свобода» и это радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». Говорит радио «Станция Вавилон» Сила и уязвимость. Светлана Тихановская и ее голос в Беларуси и в мире. В мае 2020 года Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала блогеру и активисту Сергею Тихановскому в регистрации по выдвижению его в кандидаты в президенты. Вместо него в президентской гонке решила принять участие его жена Светлана, до тех пор политической активностью не отличавшаяся. Напомним, что к тому моменту Александр Лукашенко заслужил от журналистов титул последнего диктатора Европы после того, как пробыл на посту президента Беларуси 26 лет. Выборы 2020 года были в его политической карьере уже шестыми. Лукашенко, вероятно, решил, что женщина ему не конкурент и разрешил ее зарегистрировать. Как считает сама Светлана Тихановская, скорее всего, это было сделано в насмешку. Неожиданно ее кандидатура встретила мощную народную поддержку. После того, как режим посадил в тюрьму ее мужа и фальсифицировал выборы, Тихановская вынуждена была отправиться в изгнание или же в политическую эмиграцию в Литву, где была признана законным президентом Беларуси. А Польша и Германия принимали ее по официальному протоколу как высшее должностное лицо государства. На фестивале документального кино Art Dog Fest Riga был показан фильм британских режиссеров Майка Лернера и Мартина Херинга «Случайный президент». Это очень эмоциональная и человечная картина невероятной истории отчаянной домохозяйки, на самом деле Тихановская дипломированный переводчик. Эта женщина неожиданно для себя стала лидером белорусского протеста и народным президентом. Моя коллега Мария Когель поговорила о фильме с одним из его центральных героев, главой отдела внешней политики команды Светланы Тихановской Франтишиком Вечеркой. Скажите, пожалуйста, как вообще возник этот фильм и как режиссеры вышли с вами на связь? Если честно, я не помню. Я не помню, как режиссеры появились, как они пришли, потому что мы занимались другими делами. Мы занимались белорусскими событиями, помощью репрессированным. Они просто предложили, что будут снимать это кино. Когда это произошло? Это все в 2020 году. Как только началась революция, они появились и просто невидимо для нас ходили, подснимали, разговаривали с Светланой. Поэтому, скажешь, нашего участия там особенно и не было. Скажите, вокруг вас были люди из иностранной прессы? Кроме них было много людей с камерами, которых вы не замечали? Конечно, много. Там ты за день встречаешься с сотнями людей, и постоянно какие-то репортеры, журналисты. Но именно вот эти британцы, они им позволяли находиться в помещениях, в офисах, там, куда обычно прессу не запускали. Но с условием, что просто они не будут там без согласования это публиковать. Просто если бы это было публиковано в 2021 году, это бы, конечно, многому навредило. Могло бы многих людей подставить. Но сейчас уже многие события тех дней стали историей. И поэтому, возможно, этот фильм сейчас опубликован, когда это уже не воспринимается как сегодняшний день. Фильм снят с точки зрения британских режиссеров и для международного сообщества. Насколько я понимаю, вы не влияли никак на контент, на подачу материала? Нет, мы никаким образом вообще не влияли. И вот только недавно впервые увидели, что получилось. Это их видение. Я думаю, что аудитория иностранная для этого фильма. Потому что белорусы эти события могли видеть, наблюдать, чувствовать совсем по-другому. Здесь многие вещи упрощенные. Если бы я там делал, я бы совсем по-другому делал, по-другому это все видел. Но в этом же и есть искусство, что художник он видит так, другой художник по-другому. Поэтому их право представить так. Но то, что он эмоционален, это очевидно. То, что у них акцент именно на этом человечном, то, что обычно за революцией не наблюдается, не видишь этого. Это тоже их находка, это их фокус. Посмотрим, какая будет реакция на других фестивалях во время показов, ротации на телеканалах. Посмотрим. Надеемся, что он притянет внимание к Белоруссии. Режиссеры участвовали, присутствовали и во время революции с самого начала буквально. И после, когда Светлана Тихановская отправилась в изгнание, в эмиграцию. И все это время вы взаимодействовали с ними, да? Ну, они все время были близко, появлялись, уходили. Но когда ты занимаешься другим делом, ты не замечаешь. Это тоже их мастерство, что мы их не замечали. Они не мешали, они особенно не разговаривали, не спрашивали. Они просто фиксировали, документировали то, что происходило. Очень заметна трансформация Светланы Тихановской из случайного президента в опытного политика. И все этапы, которые, собственно говоря, белорусская диаспора прошла вместе с Тихановской, они остались, по сути дела, за кадром. Все этапы, которые прошло белорусское общество, показаны достаточно чётко. Но что касается белорусской диаспоры, её фактически нет в кадре. Расскажите, пожалуйста, присутствовали ли режиссёры, видели ли они работу, по сути дела, теневого президента Беларуси по решению проблем белорусов? Я думаю, что сам фильм, он заканчивается на 22-м году. Именно тот год, когда начались проблемы белорусов за рубежом. Это визы, легализация. То есть тот период, от 20-го до 22-го, там были другие фокусы, другое значение. Это вот внутренняя повестка, это протесты, это политзаключённые. Это уже после 22-го у нас фокус сменился. И, возможно, во второй части фильма или в другом сезоне будут вот эти новые темы подниматься. Ну, просто они выбрали именно вот эти несколько историй. Американско-белорусские отношения, вот эта ирландская семья по чернобыльской программе. Потому что, наверное, им через эти истории было проще показать трансформацию Светланы Тихановской как личности, ну и изменение в Беларуси как такое политическое явление. Очень ли сильно различается взгляд человека с Запада и внутренний взгляд белоруса на внутренние проблемы Беларуси? Чувствовалось какое-либо трение? Ну, конечно, конечно. Если бы я это делал, я бы совсем по-другому делал. Расскажите, что вас, например, удивило? Какие акценты вы посчитали странными или неожиданными? Каких бы вы избежали? Ну, я думаю, что он слишком эмоционален, как по мне, сам по себе фильм. Вот эта чувственность, вот эта уязвимость, которая есть. Ну, у нас, наверное, у меня лично, да, вот не принято показывать уязвимость, не принято там плакать на людях, там, ты должен всегда показывать, что ты там непоколебим, неуязвим, бессмертен. А вот именно британское вот видение вот этих режиссеров в том, что мы наоборот, твоя сила именно в уязвимости, что ты вот этой человечность противопоставляешь бесчеловечности режима. Тоже, ну, протестная хроника, которая была, конечно, там, по-другому в моём видении, тоже всё развивалось, но... Расскажите. Как рассказать? Это надо фильм снимать, да, потому что ты по-другому переживаешь. Когда ты участник событий, ты видишь это изнутри по-другому. Но если бы, там, я бы делал, да, я бы, конечно, делал хронологически, там, фактологическую какую-то картину. Но им неинтересно было вот это фактологическое, потому что про это уже написано в Википедиях и во всех статьях миллион раз. А им было именно эмоциональную, эту составляющую линию показать, ну, которая может показаться такой необычной. Ну, я бы, например, на себя так не подсвечивал. Мне немножко некомфортно быть на экране и так конкурировать за внимание, там, Светлана. Мне это неудобно, да, но для их истории это было важно, чтобы показать команду, показать, что, там, разные люди, там, окружали Светлану. Тоже я бы, там, по-другому это сделал. Мне намного, вот, ну, комфортнее и правильнее, как мне кажется, не быть там на первом плане. Ну, вот они решили по-другому. Очень заметна фигура Протасевича. Это происходит, насколько я понимаю, ненамеренно произошло, потому что авторам пришлось заблюрить все остальные фигуры, присутствовавшие в кадре вместе с Протасевичем, и таким образом он оказался в центре истории. И, по сути дела, оказался одним из центральных героев этого фильма. Как вы воспринимаете это? Это исключительная случайность, потому что режиссер, и никто не знал, что эта ситуация произойдет, и Протасевич просто был одним из многих участников. Но то, как поступил режим, захватив самолет, конечно, это сделало его таким центральным героем не только в фильме, но и в жизни. Потому что для многих политиков мира это изменило отношение к Беларуси. Абсолютно захват самолета. Именно после мая 2021 года и появились санкции, реакции Запада. Они поняли, что это не только внутренний кризис, а это региональный, общеевропейский кризис, то, что делает Лукашенко. Ну и режиссерам, конечно, повезло, что они поймали вот эту историю, смогли ее снять. Вот Протасевич до мая 2021 года и Протасевич после. Для меня это два разных человека, например. Я, чтобы себе объяснить, я считаю, что есть два Протасевича. До мая и после мая 2021 года. А им удалось показать вот этих обоих Протасевичей и снять. И то, что он делает 21 мая, и потом. И это в фильме тоже такая интересная линия показывает, как люди в разных ситуациях себя ведут по-разному. Вам не болезненно видеть вообще Протасевича как героя на экране? Мне болезненно. Мне, например, сейчас мне не очень приятно, да, потому что я знаю, сколько он всего сделал и какую роль сыграл. То есть вы говорите даже уже в кадре, что он, по сути дела, сдал множество людей. И этому экранного времени посвящено довольно мало. Да, больно, эмоционально. Но это же мое субъективное чувство, да. Но у режиссера задача была показать именно эти события через историю Протасевича. И я же не могу там осуждать. Я думаю, что для иностранного как раз зрителя это очень важная история. Потому что она показала и жестокость КГБ, и уязвимость человека, и масштаб кризиса, что происходит, что-то не только уличные протесты, которые там есть в разных странах. Эта история Протасевича, она рассказывает сразу много разных элементов и разных историй. Да, ему много внимания, возможно, посвящено. Но я не думаю, что это делает его каким-то там героем. Там есть и героическая его часть, но есть его и предательская часть. С точки зрения искусства, возможно, это интересно, как режиссерам удалось и ту, и ту часть Протасевича показать. ПЕСНЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Светлана Тихановская, героиня документального фильма «Случайный президент». Арт-дог-фест Рига, март 24-го года. Интервью Марии Кугель с Франтишиком Вечеркой, советником Светланы Тихановской. Что касается фигуры Светланы Тихановской, мы видим трансформацию ее от женщины, которая фактически случайно попала в свет софитов, до опытного политика, который уже не пугается камер и знает, как говорить и может говорить. Насколько много ее дипломатической работы журналисты выпустили? Непонятно, по сути дела, как происходит эта трансформация. Много ли мы теряем как зрителей от того, что не видим ее дипломатической работы? Я думаю, что очень мало, на самом деле, показано в фильме вот этой тяжелой, черновой, ежедневной работы, которым она занимается, Светлана Тихановская занимается последние годы. Мало вот этих ее попыток адвокатировать интересы Беларуси. Но всего в фильм, наверное, не добавишь. Есть, конечно, там пару каких-то встреч, визитов. Но я думаю, что у них не стояла задача, да, показать весь масштаб работы, которую делает Тихановская, именно показать вот эти эмоциональные трудности, с которыми она столкнулась, и эмоциональные моменты, там, когда в Ирландию приехала, или когда первая встреча с президентом Байденом произошла. Многое, конечно, упущено. Этот фильм, он не, это не энциклопедия. Это маленький такой срез вот этих четырех лет, с одного, возможно, ракурса, но очень эмоционально заряжен. Полностью всего объяснить полторачасовой фильм не может. Но дать прочувствовать, вдохновить в том числе и расстроить, этот фильм может, и надеюсь, что он и внимание к Беларуси притянет. Расскажите про визит в Ирландию. Он довольно неожиданным для нас оказался. То есть мы узнали, что Светлана Тихановская жила в Ирландии, в числе детей Чернобыля, и поддерживала отношения с семьей все это время, да? Да. После Чернобыльской катастрофы организовались программы выезда для детей, подростков в Ирландию, где дети жили в семьях, они видели мир. Впервые тысячи детей они увидели, как живут в демократических странах, что жизнь может быть другой. И сама Светлана признавалась много раз, что ее эти выезды в Ирландию, они ее изменили. Они показали, что Беларусь может быть другая. И они сформировали ее как личность. И здесь как бы такое возвращение к прошлому Тихановской. Через этот визит мы понимаем, как такая Тихановская появилась. Что это не только в тот момент, когда она документы подала, а что у нее это было еще заложено в подростковом возрасте, вот с таких, кажется, неважных вещей, как визит и пожить в семье в свободной стране. Это также показывает важность теперешней поддержки для студентов, для молодежи, почему важно визы, почему важно людям путешествовать. То, что кажется таким soft power для теперешних политиков, зачем нам сейчас эти студенческие программы делать. А мы видим, что это такая долгосрочная инвестиция. И вот те, кто помогали, например, в 90-х годах таким детям, как Тихановская, выехать в Ирландию, это была такая инвестиция в то, что выросли там новое поколение лидеров, которые сейчас руководят продемократическим движением. В общении Светланы Тихановской с Джо Байденом очень трогательно было именно вот эта личная эмоциональная составляющая. Это как-то очень неожиданно прозвучало на фоне наших представлений о протоколе. То есть это было вне протокола, это как-то помимо протокола. Простой разговор по мобильному телефону – это исключение? То есть это вот какое-то их личное взаимоотношение? Она растрогала его? Ну, я думаю, что есть, конечно, эмоциональная связь. Вы сказали, что Байден в кадре очень эмоционален. Я сам не встречался с Байденом. Встречалась только Светлана, встречалась три раза, и разговаривали по телефону. То есть мне сложно сказать. Но со слов Светланы он очень эмоционален, он шутит, он очень добр. Но все политики другие, с кем встречались, они тоже люди, они тоже человечные. Просто мы обычно про политиков читаем официальные пресс-релизы, где только протокольные моменты. А на самом деле общение зависит от личных отношений. Если у человека не горят глаза, если он лично, эмоционально не переживает проблему, то, скорее всего, он и не будет делать. И вот здесь у Тихановской есть такая способность людей зарядить именно эмоционально, чтобы они начали делать. И, возможно, многие политики поддерживают с ней связь, потому что им тоже болит, как и ей. О, привет, Джабарда. Я так рада слышать тебя. Никто не будет идти к женщине, он сказал. Но, guess what? Я победу. Демократия победила. Фильм кончается 22-м годом, но теперешняя работа Светланы Тихановской состоит в несколько другом белорусы. Из преследуемых, я имею в виду диаспору, из преследуемых и поддерживаемых на Западе вдруг оказались врагами, на которых налагаются санкции, у которых отбирают паспорта, которых высылают. И Светлана Тихановская занимается, по сути, челночной дипломатией, ездят по комиссиям парламентским, личные какие-то контакты, поддерживая для того, чтобы выбить для преследуемых людей какие-то послабления. Насколько, по-вашему, успешна эта работа? И насколько ситуация ухудшается? Это очень тяжелая работа, очень неблагодарная, потому что белорусы, да, стали в глазах многих не только жертвами лукашенковского и путинского режима, но и суагрессорами. И самая большая проблема – это как разделить белорусов от режима. Например, в Украине белорусы всегда видели, как Лукашенко. Лукашенко поддерживали украинцы, он был популярным политиком. И потом вот это отношение к Лукашенко, как к предателю, оно перенеслось на всех белорусов. И здесь у Светланы Тихановской появилась очень важная задача – это именно разделить восприятие белорусов. Это одно, которое борется. И режима, который… В глазах украинцев? В глазах всего мира. В глазах всего мира, не только украинцев. И это очень тяжело, потому что, если бы не эта работа, белорусы бы давно уже могли списать, положить в одну корзинку с Россией, все, с уагрессора, изоляция, железный занавес. Но вот благодаря тому, что есть Тихановская, она приезжает и говорит, она представляет белорусов, это не дает многим западным политикам просто взять и списать Беларусь. И им нужно иметь дело и думать, какую-то отдельную стратегию по Беларуси, отдельный подход. Но у нас появился голос свой. У нас такого голоса у белорусов не было. Такого одного сильного представительского голоса. Поэтому эта работа по адвокатированию интересов, она настолько важна не только диаспоре, но и людям внутри страны. Насколько разные стратегии работают для диаспоры и для людей внутри страны? Ну, людям внутри страны у них другие проблемы. Конечно, есть схожие проблемы. Например, это чтобы люди могли выезжать через границу, чтобы не закрывались пограничные переходы, чтобы выдавались визы, чтобы те санкции, которые накладываются, они не били по людям, а били именно по режиму. И в этом есть задача. Тихановский именно направлен на внутреннее общество внутри страны. Плюс привлечение к ответственности пособников, чтобы все зверства, они были задокументированы и все виновные понесли ответственность. Люди должны знать, что справедливость будет восстановлена. У диаспоры немножко другие проблемы. Они тоже связаны с легализацией, в том числе, но также в поддержании своих комьюнити. Потому что когда ты на чужой земле, строить свое сообщество, свое комьюнити намного тяжелее. Это не твое государство, но оно тебе не будет помогать просто так. Надо договариваться, надо общаться, выстраивать эти отношения. И здесь Тихановская может открывать двери, в которые потом может входить диаспора и реализовать свои проекты культурные, образовательные. Помогать, например, волонтерить для Украины. Что касается диаспоры, насколько удается хорошо защитить интересы диаспоры. Потому что, в принципе, получается, что белорусы и россияне за рубежом оказываются в одном пакете. Где-то оказываются, где-то нет. Например, в Литве разные законы действуют. В Латвии тоже. Вот вопрос по номерам автомобильным. Там российские попали, белорусские не попали. Все-таки отличия есть. Политика разная, для белорусов больше исключений. Сделано в том числе благодаря дипломатической работе. В Чехии, например, много исключений для студентов, для родственников тех, кто живет в Чехии. Но, конечно, это огромная работа, чтобы как-то белорусов не изолировать. Я думаю, что многим политикам им проще было бы поставить стену, закрыться, ничего не выдавать, всех под бан. И чувство, что вот и проблема решена. Мы говорим, что нет, так не решается. Заметая проблему под ковер, проблема-то не решается. Она все равно остается только под ковром. Поэтому эта работа и у Светланы Тихоносской задача сейчас не только протестное движение как-то вдохновлять, но и защищать, оказывать конкретные услуги своему народу. Это то, что должно делать правительство в нормальной стране. Поскольку наше правительство захвачено и работает против людей, эти функции переносятся на Тихоноску. И вот я вижу каждую неделю у нее звонки с белорусами. Люди с Беларуси звонят, с диаспоры звонят. И люди приходят с проблемами конкретными. И, конечно, их огромное множество, очень разные. Все их решить невозможно. Многие даже без шансов на решение. Но белорусы именно к ней так относятся, как к человеку, который может помочь решить проблемы. И в этом, наверное, отличие от того, что у нас было раньше 2020 года. Потому что раньше оппозиция боролась с режимом, где-то существовала, но люди не рассчитывали, что она сможет решить проблемы. А вот на Тихоноску и на кабинет ее рассчитывают. И я думаю, что это тоже результат работы. По всей Беларуси поднялся народ Свободу свою отстоять. Одинаю мэтою снялся наш дух Темру светлом разгонять. Браты, офицеры, мы один народ. Мы разом живем на земле. Зрабейте сумленный выбор свой. Не хочем мы этой войны. Прочнитесь, а вы, мы до правды идем И мгнемся до счастья своего. И мара народа Украине життя Просто, как добро было. Моцный рук от неостовленных рук Рады идуть, идуть. Мы, белорусы, мы с миром идем У светлый и солнечный пусть. Давай раздуем муры дурны Ради свободы долгары Мурхутка рухнет, рухня, рухнет И поховая свет старый Случайный президент Фильм британских режиссеров Майка Лернера и Мартина Херинга Их героиня Светлана Тихановская Интервью Марии Кугель Со вторым героем фильма Франтишеком Вечеркой Главой отдела внешней политики Команды Светланы Тихановской С вами была Елена Фанайлова Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram канал Радио Свобода Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова А я Наталья Джамполадова И мы делаем подкаст «Человеками и вправо» Где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь Как демократии превращаются в диктатуры Как диктаторы готовят почву для репрессий И как судят военных преступников Слушайте новые эпизоды по вторникам В привычном агрегаторе подкастов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин